Код неисправности OBD2 Техническое описание, нарушение связи с модулем контроля давления в шинах Что это означает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к автомобилям, оборудованным OBD2, хотя и общие, конкретные шаги по устранению неисправностей и ремонту могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов, В системе связи, этот код означает, что модуль системы контроля давления в шинах TPMS и другие модули управления на автомобиле не связываются друг с другом, схема, наиболее часто используемая для связи, известно как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шина SIN Без этой шины SIN модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может не получить информацию от автомобиля, в зависимости от того, какая цепь затронута Система TPMS получает радиочастотный сигнал от датчиков давления в шинах, эти входы используются для информирования водителя о слишком низком давлении в шинах с помощью символа на приборной панели и в некоторых случаях фактических показаний давления в шинах на потолочном модуле Этот вход также передается другим модулям через систему связи по шине Действия по устранению неисправности могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи Симптомы-симптомы кода двигателя U0127 могут включать Причины включения индикатора TPMS Обычно причины для установки этого кода следующие Обрыв на шине SIN плюс обрыв на шине SIN Замыкание на питание в любой цепи шины SIN Короткое замыкание на массу в любой цепи шины SIN Обрыв питания или заземления на модуль TPMS Наиболее часто редко, неисправный модуль управления, процедуры диагностики и ремонта Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания TSB Для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем, и может сэкономить ваше время и деньги во время действия Если ваш диагностический прибор может получить доступ к кодам неисправностей, и единственный код, который вы извлекаете из других модулей, это U0127 Попробуйте получить доступ к модулю TPMS Если вы можете получить доступ к кодам из модуля TPMS, тогда код U0127 либо прерывистый, либо код памяти, если невозможно получить доступ к кодам для модуля TPMS, значит, код U0127, установленный другими модулями, активен, и проблема уже существует Наиболее частая неисправность, потеря питания или заземления модуля, проверьте все предохранители, питающие модуль TPMS на этом автомобиле, проверить все заземления модуля TPMS Найдите на автомобиле точки крепления заземления и убедитесь, что эти соединения чистые и надежные Если необходимо, снимите их, возьмите небольшую щетку с проволочной щетиной и раствор пищевой соды, воды и очистите каждый из них, как разъем, так и место его соединения Если был произведен какой-либо ремонт, удалите диагностические коды неисправности из памяти и посмотрите, возвращается ли код U0127 или вы можете связаться с модулем TPMS Если код не возвращается или связь восстанавливается, скорее всего, проблема связана с предохранителями, соединениями, если код возвращается, найдите коммуникационные соединения шины S&C на вашем конкретном автомобиле Наиболее важен разъем модуля TPMS Перед отсоединением разъема на модуле управления TPMS отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной Дайте высохнуть и нанесите электротехническую смазку на контактные площадки Перед подключением разъемов обратно к модулю TPMS Выполните эти несколько проверок напряжения Вам потребуется доступ к цифровому вольтометру, двом Убедитесь, что на модуле TPMS есть питание и заземление Получите доступ к электрической схеме и определите, где основные источники питания и заземления Входят в модуль TPMS Перед продолжением подключите аккумулятор При этом модуль TPMS все еще отключен Подключите красный провод вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение батареи, входящему в разъем модуля TPMS А черный провод вольтметра к хорошему заземлению Если не уверены, отрицательный полюс батареи всегда работает Вы видите показания напряжения батареи Убедитесь, что у вас есть веские основания Подключите красный провод вольтметра к плюсу батареи B+, а черный провод К каждой цепи заземления Еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении Если нет, устраните неисправность цепи питания или заземления Затем проверьте две цепи связи Найдите SIN-C+, или HS-SIN+, цепь и SIN-C, или HS-SIN-C, подключив черный провод вольтметра к надежному заземлению Подключите красный провод к SIN-C+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 2,6 В с небольшими колебаниями Затем подключите красный провод вольтметра к цепи SIN-C, вы должны увидеть примерно 2,4 В с небольшими колебаниями Другие производители показывают SIN-C примерно на 0,5 В и колеблющуюся клавишу при выключенном двигателе Ознакомьтесь со спецификациями вашего производителя Если все тесты пройдены, а связь по-прежнему невозможна, или вы не смогли очистить код неисправности U0127 Единственное, что можно сделать, это обратиться за помощью к обученному автомобильному диагносту Поскольку это будет указывать на отказавший модуль TPMS Большинство этих модулей TPMS необходимо запрограммировать или откалибровать для автомобиля, чтобы их можно было правильно установить Большинство этих модуль Продолжение следует...